Утро под серебряным дождем Утро под серебряным дождем Утро под серебряным дождем Утро под серебряным дождем Да, промт сам есть в интернете Вы можете его найти Он очень подробно расписан Действительно классная штука Надо попробовать Не знаю, как будет работать примитивно к России Потому что там-то промт написан под американский товар Там суть идет в том, что Придумай мне бизнес-идею для реального продукта Который я могу продавать в розницу По цене около 50 долларов При минимальных затратах И чтобы у продукта не было конкурентов Либо если они есть То какие они И какие-то конкурентные преимущества Либо можно попробовать сделать это на английском А потом воспользоваться переводчиком Они всегда переводчики Ты знаешь, хорошо работают, к сожалению, до сих пор Это да Можно ручную переводчиком Конечно Со словариком в руках Можно просто скопировать Это промт найдено в интернете Поставить и посмотреть Каков будет результат Ну да Давайте дальше Прослушивание смартфона Вот еще такая проблема О чем же Как же можно это определить Преподаватель кафедры защиты информации РТУ Василий Шутов Заявил, что Прослушивание с айфоном Могут свидетельствовать Несколько достоверных признаков Во-первых, по словам эксперта Признаками возможного прослушивания устройства Является постоянный нагрев Или быстрая разрядка батареи Часто появляющиеся системные сообщения Об ошибках Сбои, отказы И самопроизвольные перезагрузки А также самозапуск приложения С персональными данными Кроме того Подозрения должны вызвать помехи И странные шумы Возникающие во время разговора Василий Шутов также подчеркивает Что самым эффективным способом проверки Смартфона на наличие программ шпионов Является использование антивируса Поэтому всегда нужно Внимательно следить за сообщениями От этой программы Кроме того Следует тщательно изучить Список установленных на смартфоне приложений Обнаруженные чужие программы Следует удалять Ну что-то, если бы не устанавливали Еще более, кстати, эффективным вариантом Является сброс настроек смартфона До заводских И переустановка софта Но это немножко минутка для параноиков Ничего подобного Написали на московское время 12.07 Андрей из Москвы Андрей, у меня аналогичный автомобиль У него сейчас тоже 12.07 Я ничего не могу с этим сделать Но Хорошо радуйтесь, значит, где-то 12.07 Ты знаешь, я ничего не понимаю, Тань Я ее подсоединил к интернету Специально сделал свой телефон Раздачник Точка раздачи интернета Да, вот это вот все Я подсоединил машину к интернету Значит, она 3-4 минуты думала Наконец-таки поняла, что я не в Шанхае И не плюс 32 сегодняшний прогноз погоды Тут же установила, что я нахожусь в Москве Выдала реальный прогноз погоды Но время все равно плюс 5 Я как-нибудь это думаю Почему плюс 5? Почему в Москве что-то плюс 5? Подожди, а ты уверен, что ты к интернету Подключился не к китайскому Может, ты к нему подрубился? Я через телефон просто Ну мало ли Точку доступа сделал и все Как там она подключается? Может, она только на китайский рассчитана? Это может быть А китайский, ты знаешь, он своеобразный Все Я тебе больше скажу Несмотря на то, что там можно выбрать язык Половина все-таки остается на китайском Но самое забавное происходит, когда тебе звонок входящий Когда у тебя входящий звонок Когда тебе по-китайски начинает говорить То есть, типа, вам звонят входящий звонок Хорошо, что ты хотя бы это понимаешь Я этого не понимаю абсолютно Ты предполагаешь, что это так? Но оно так весело это говорит Что я думаю, может, он числительный начинает произносить Ну, озвучивает номер телефона, звонящего Может быть Но это звучит, конечно же, просто весело, скажем так Может, не мы сейчас просто не пользоваться китайцами Слушайте, я вам завтра подробно расскажу Об этом автомобиле А что значит не пользоваться китайцами? Вы знаете, у нас сейчас Наш авторынок представляет собой филиал китайского автопрома 80% современного рынка российского новых автомобилей Занято как раз таки китайскими автомобилями Ладно, мы об этом еще поговорим Может быть, даже и сегодня Пока сделаем первую музыкальную остановочку эфира Начнем так достаточно легко Сноу Аллегра вместе с Винсом Степплсом Nothing burns like the cold Это и есть портисед Почему, что композиция называется Nothing burns like the cold The cold Это оригинальное название этой композиции Которую переделали господа Сноу Аллегра и Винс Степплс Может быть, вы говорите, что это не утреннее настроение Но почему нет? Для понедельника самое то как раз Мягкое Очень понедельничное Впереди вся рабочая неделя Хотя это актуально, наверное, для тех, кто Все-таки работает с понедельника по пятницу Тоже работать 7 дней в неделю Ну, может быть Для них понедельник выходной может быть А вот тот, кто, кстати, слушал нас сейчас В YouTube-трансляции Присоединяйтесь Все, кто может Призываем Услышал замечательный рецепт яичницы От Романа нашего Который, вот видите, 3 дня не может на нее оторваться Это я, к слову, о том, что если вы сейчас завтракаете Вот вам тоже новая идея Приятного аппетита Да, в российских магазинах появились новые чакопаи Со вкусом арбуза Пишут, что первые дегустаторы остались в восторге Но вот для меня, например, это сомнительная идея Я ненавижу отдушку арбузом Вот в любых ее проявлениях Я вот сразу представляю Вот эту химическую жвачку с арбузом Знаете, она прям вот такая Приторно-сладкая Что ее невозможно даже представить Ужас Кому-то нравится Поздравим с днем рождения Мы сегодня самую, пожалуй, известную телеведущую Мир Опру Винфри Сегодня у нее юбилей 70 лет Но если известность Это такая относительная категория То есть другие бесспорные критерии ее значимости Во-первых, она первая чернокожая женщина-миллиардер Ее шоу, просуществовавшее 25 лет Транслировалось в более чем В 100 странах мира Наконец-то женщина, круто изменившая свою жизнь И судьбе еще десятков людей Я поверить не могу, что ей уже 70 Это культовый абсолютно персонаж, я тебе должен сказать Соединенных Штатов Америки На протяжении Но последних даже не 25 Я бы сказал, лет 30 У нее очень сложная судьба У нее уже был развод родителей Точнее, когда она родилась Ее отец служил в армии Ее отдали в материнскую семью И в итоге потом отдали к дяде Там было постоянное насилие со стороны братьев В 14 лет Она забеременела И после этого никогда больше не смогла иметь детей Потому что ребенок умер на первом году жизни Поэтому это очень сильная женщина Мы ее искренне поздравляем Хотя, я понимаю, что она нас не услышит Но как бы то ни было Я думаю, Netflix когда-нибудь снимет документальный фильм Я думаю, про нее уже есть не один документальный фильм Есть уже Есть уже Боёпики Опра, это вообще, конечно, культовый персонаж Кстати, про нее и книги есть По-моему, даже есть ее собственная книга Так что, если кому-то интересно Можете поискать и прочитать И она, кстати, является культовым персонажем Не только в США Мне кажется, она во всем мире является Действительно такой культовой иконой Особенно для женщин Которая рассказывает о том Что из самой сложной ситуации Всегда можно найти выход И как бы стать успешной Вспоминается Одиннадцать друзей Оушена Кто там, Брэд Питт или Джордж Клуни Ты плачешь и смотришь Офру Да, ну давай На лимитах жми на это, что посижу Два взрослых мужика-грабителя Начинают смотреть это шоу Все смотрят Офру Ну, кстати, расцвету телешоу Мы тоже, в частности, обязаны ей Конечно Вот этим вот, особенно слезоточивым Который раскрывает всякие Душевные истории Но она положила им начало Потом уже подхватили в других странах Включая СССР Ну, у нее это было довольно качественно Надо сказать В отличие от всех остальных Ну, это точно Это я с тобой согласен Ладно, новость имени Моей грусти Значит, в субботу было объявлено Что лучший тренер мира Юрген Клоп К сожалению, покидает Ливерпуль Абсолютно была неожиданность Пятницу вечером он сделал официальное заявление Все в шоке Я посмотрел Они играли, слава богу Мы выиграли Канарейк обыграли Норвич В субботу В воскресенье Была интересная игра Потому что Было важно посмотреть на настроение Когда Энфилд встал Весь С плакатами они пришли Ну как Он же объявил, что уходит А тут матч Как раз таки с ним Он разглядался Прямо в самом начале Потому что, ну, традиционно Энфилд поет Они всегда поют You will never walk alone Вот этот вот гимн Они выкатили все свои шарфы С Юргеном Говорят, Юрген, не уходи Юрген, останусь с нами Ты сделал лучшее Значит, они сделали даже специальный шарф Легендарные тренеры Ливерпуля Проследили всех самых известных Тренеров Ливерпуля И последним, конечно же Поставили Юргена клуба Он молодец Слезу проронил Сказал, ребят Ну я не могу К сожалению Я должен уйти Появилась информация Еще о том, что он зимой Точнее сказать Летом хотел уйти Его остановилась жена Жена ему сказала Что родной Давай так Ты доведи все-таки клуб Он хотел в середине сезона просто уйти Где-то вот в сентябре Вот так вот Сказал, доведи клуб до конца этого сезона И потом можешь уходить Он перегорел Ну да Многие спортивные журналисты писали о том Что у него серьезное выгорание По нему это видно Человек сильно устал Мне кажется В такой ситуации Нужно человек все-таки Спокойно отпустить Потому что Много хорошего сделал Пусть отдохнет Это еще не значит Что его карьера закончена Потом я думаю Он еще много для футбола Еще успеет сделать Но по крайней мере Известно одно Никакой другой английский клуб Кроме Ливерпуля Он тренировать не будет Он официально об этом заявил Он говорит Если когда-нибудь Мне кто-нибудь Предложит какой-нибудь клуб Я скажу Нет Это может быть Только Ливерпуль Молодец Я его Ну поздравлять не буду Ладно Пусть отдохнет Мне кажется С отдыхом тоже можно поздравить Конечно Пусть действительно придет в себя Вот мне нужно Последнее изобретение Таня Явно А я думаю Что это для любителей экспериментов Я бы вот побоялась Например Уши еще отрежет Вот именно Или еще что-нибудь Еще что-то не то Нос подломчает Значит создали робота-парикмахера Уважаемые дамы и господа Машина уже проходит Тестирование на реальных людях Сколько ушей отлетело Я не знаю Об этом не сообщается Но пока они могут Правда только постригать Поэтому Как говорится Барберы Которые бреются Могут спать спокойно А представляешь Запретут ли когда-то робота Который будет брить Мужчин Например Опасной бритвой Вот это вот страшно Вот это действительно страшно Прямо сюжет для фильмов ужасов Конечно А дали ли вы свою голову Роботу-парикмахеру Уважаемые дамы и господа Как вы считаете А мне кажется Она будет штамповать Всем одинаковую прическу Это значит Пок-пок-пок Так нет Наоборот Он же должен быть креативен Даже в вопросах по краске Ты представляешь Он тебе может намешать Любую краску По идее Ну Дали У него какая-то краска кончилась Которую ты заказал Он взял и заменил Он взял и заменил Ты пришел хотел Седину закрасить Например черным А он тебе раз И оранжевым покрасил Какой радикально черный цвет Контрабандный товар Знаем где продается И делается весь этот контрабандный товар Не знаю Как-то страшновато Мне кажется Парикмахерские услуги Это своего рода творчество И там очень важно Как человек на тебя смотрит Он же видит Там твою форму лица Там твою вот это Вот все Он тебе что-то может подсказать Сделать как-то индивидуально Робот так не может Так это просто будет Дальнейшее развитие робота-парикмахера К нему подключат чат GPT86 К тому моменту Он проанализирует Все твои морщинки Форму и овал лица И скажет А вот вам лучше бобриком Или просто компиляцию создаст И поищет И решит Что тебе подойдет Друг какая-нибудь Прическа из 80 Ты знаешь Вот эти дикие С кудрями И вот с такими начесами А что ну вот тебе Она пойдет И сделает И сделает И как ты будешь Ходить с такой прической Но может быть Он все-таки покажет Предварительно Знаешь Выкатит тебе на экран Скажет А вы должны выглядеть Вот так Вот такая вот прическа И вообще Вам стоит покрасить Волосы в зеленый Да Например Почему непонятно Да Ну погоди Волк уже так стригся Вы нам пишете На плюс 7903 Точно же кстати 7976333 Мы с моим парикмахером Лет 15 приятели Ну как я смогу Вот я согласен с вами У меня такая же Аналогичная история У меня немножко грустно Она закончилась Так с роботом Тоже можно подружиться Да Вот верный друг Заряжай ему батарейки Он никогда тебя не кинет Ну вот например Смартфоны Мне кажется И ноутбуки Уже у многих За друзей Ну естественно Ну вот А это будет просто робот-перикмахер А кстати Потом возможно Такого робота Можно будет домой себе купить Так это будет домашний робот-перикмахер Кстати по поводу смартфона Вчера Отмечался международный день Без интернета И отмечается он кстати Ежегодно В последнее воскресенье января Оно как раз и было у нас вчера Главная цель этого праздника Отключиться от глобальной сети И прожить хотя бы сутки Исключительно в реальном мире Признавайтесь Уважаемые дамы и господа Кто вчера отключился от интернета? Я честно скажу что нет А нам с тобой и нельзя Мы как тогда будем готовиться К утреннему эфиру? Хороша отмазка бы была Да Но она прежде Она железобетонная Почему к эфиру не подготовился? А я справлял день Без интернета Да Пошел погулял Собрал новости в саду Пошелся по паркам Там тоже собрал Послушал что люди говорят Газетку купил И решил предстать потом Перед микрофоном На три часа Рассказывая о том Что люди говорят В каком-нибудь Диспетровском парке А это между прочим Интересный экспириенс Между тем Если верить выводам Росстата Почти 11% Взрослого населения России Обходится без интернета Не только один день А в принципе Постоянно без него По данным На 2022 год В Орловской Новгородской И Псковской областях Не пользуются интернетом Каждый пятый Мне очень кажется Что это про Население Ну не городское Скажем так Ну вот смотри 22% В Орловской области Вообще Не используют интернет Причем Среди основной причины Является просто отсутствие Технической возможности На первом месте На втором месте Это недостаток Навыков для работы И наконец Высокие траты На подключение Такое тоже оказывается бывает Аналогичная ситуация В Новгородской области В Псковской В Чувашской республике Кировская область Липецкая область Томская Белгородская Владимирская Тверская Пензенская Костромская Еврейский Автономный округ Архангельская область И Республика Мордовия Занимает этот список Там 16% граждан Не пользуются интернетом Вообще Удивительная статистика Правда Кажется что сейчас уже Как можно вообще Без интернета жить Мне знать не знал Весь день провел сети Пишите вы Ну как вы так могли Мне понравилось Как написал один телеграм-канал Сегодня отмечается Лень без интернета Если вы видите это сообщение То вы проиграли Возможно Кстати еще про виртуальные миры Тут японская фирма Придумала кровать Для геймеров Уважаемые девушки Это вот то что вы можете Наверное подарить Своим мужчинам Геймерам Потому что выглядит потрясающе Там с четырех сторон Такие стоечки Там можно жить В принципе автономно В этой кровати Потому что там Помимо того что Ты устанавливаешь себе компьютер Прямо рядом Вот ты можешь играть лежа У тебя там и столики То есть ты можешь там и обедать И видимо что-то еще делать Просто все Мы близимся Мне кажется К тому моменту Когда будем похожи На персонажей Из фильма Вали Помнишь Там в таких колясочках ездили И у них все В этих колясочках было встроено Или клоны Или суррогаты Тоже было аналогично То есть даже ходить не надо Вообще ничего Не вставать Просто ты сидишь И в этом мире Вот как-то существуешь Вообще я думаю Что у этой кровати Есть второе такое предназначение Если вы хотите потерять мужа навсегда Тоже можете гореть Купите ему такую кровать С этих пор вы можете ходить К любовнику Спать в одной Вам никто не будет мешать Потому что у вас любимый муженек Будет спать все время Так сказать В этой кровати с компьютером Вдвоем Она выглядит действительно Прямо Единственное что там Все таки Нет одной вещи Все таки ради одной Чисто физической необходимости Я бы так сказал Физиологической Физиологической Да хорошо И это тоже все решаемо Можно придумать Ты же знаешь Всякие устройства Сейчас уже продаются Слушай Ну это же будет там Как бы и запах будет не тот Ну да может быть Ну нет Ой как бы кошмар Рома Не сильно это и беспокоит Он нам вспоминает Тот же мультик Великий нехвачуха А вы что Да И конфеты будете кушать Конечно Это не из этого Это из двух этих самых чудиков Из Водки в 39 царстве Когда он путешествовал по сказкам Да А я все время все путаю А нехвачуха это мальчик Который ничего не хотел делать Да Да Такой большой Такой великой нехвачуха Ладно Вот кстати Может быть великому нехвачухе Понравились бы Произведения кулинарного искусства Сделанные по хауму дзиаке Он выпускает книгу рецептов По аниме Ведьмина служба доставки Да В сборнике будет 64 страницы С иллюстрациями и рецептами То есть есть все рецепты Которые вы видели в мультике Например Хлеба в форме горы Пирога запеченной сельдью И тыковой А также подрумянины Блинчики кики Круглые булочки И многое другое Мечта кулинара появится В продаже 14 марта Стоит будет около 1000 рублей Берете на заметку Вполне себе нормальная цена Для красивой кулинарной книги Да Ну и такая новость Уже перед бизнес Новостями как раз таки Выяснилось Что удаленных сотрудников Увольняют на 35 чаще коллег Которые работают из офиса В 2023 году Были увольны 10% Полностью удаленных работников И 7% тех Кто работал в офисе Полный рабочий день Или на гибридной основе То есть частично в офисе Частично дома Когда менеджер по найму Узнает что ему придется Сократить 10% персонала Ему легче включить В список кого-то С кем нет близких Личных отношений Рассказал старший Вице-президент Одной из компаний По трудоустройству Энди Челленджер Вот для этой статьи А ведь правда Если речь идет О сокращении персонала То скорее в первом Вылетит тот Кто работает на удаленке И зачастую Как верно отметил Энди Это связано в меньшей степени С его профессиональными навыками А попросту с тем Что этот человек И так редко появляется В офисе И его тот же самый Ичарщик может не знать И выбирая Среди равнозначных сотрудников Занимающих Одну и ту же должность Он скорее предпочтет Того кто ходит в офис С другой стороны Конечно же надо оценивать Персонал все таки По уровню эффективности Мы с тобой говорили Что удаленная работа Это в том числе Плюс для компании Потому что снижение Ну элементарных Арендных платежей Тебе не нужно всех сотрудников Держать в огромном офисе Но Производительность Опять же на удаленной работе Как показывает практика Снижается Хотя тоже были исследования Что вроде как Если так пристально Не следить за сотрудником Он может выполнять Те же рабочие обязанности Что и в офисе Применительно к крупным городам Сразу же возникает вопрос Времени доставки Себя любимого до работы Потому что когда ты полтора часа Едешь до офиса И полтора часа обратно То лучше уж находиться На удаленке Чем три часа своей жизни Каждодневно Тратить на те же самые пробки Это конечно не дело Ну тогда если уж увольнять То надо выбирать Например исключительно Из офисных работников Или исключительно Из удаленщиков Чтобы было честно Да Либо 50-50 Ну да Половина удаленных Половина тех Кто ходит в офис И всем потом ввести Гибридный режим работы Чтобы у всех были Скажем так Одинаковые равные шансы Попасть под увольнение Или оборот Остаться на своем рабочем месте Бизнес новости Под серебряным дождем Это утро Под серебряным дождем И плюс 7903 7976333 Его координаты Продолжаем с новостями Вот вы нам тут написали Работаю в офисе В курилке Обмываем косточки Всем офисникам Кто больше всех спит На рабочем месте Кто отпрашивается Кто курит Дольше всех Минздрав предупреждает Курение вредит Вашему здоровью Про удаленщиков Такого не знаем Что-то делают Что-то крутится Так вот наш HR отдел Тусит в этой же курилке И информации у них предостаточно Вот тоже действительно Минус хождения в офис Да Ну не надо сплетничать Про коллег просто И наверное всем будет лучше Пересмотрите наш эфир На прошлой неделе У нас появились Кстати лайфхаки Как можно заставить Удаленно работающий компьютер Имитировать деятельность Без нажатия Потому что мы говорили о том Что нет девайса За вас бы нажимал пробелечки Да там и нажимал enter Нам во время эфира поделились Я проверил парочку Один не работает Если зажать control Не работает Если зажать значит Пробел тоже не работает Стакан мышку не клал Как нам говорили Вот до этого не дошел Тань До этого не дошел Но вообще это вредные Какие-то лайфхаки Мне кажется Работа должна приносить радость Как и все в этой жизни Конечно Поэтому если вам работа Не приносит радость Если вам не хочется работать Вы готовы мышку в стакан класть И придумывать какие-то другие способы Чтобы имитировать этот рабочий процесс Может быть задумываться на том Чтобы работу поменять Вот именно Можно найти другую работу Которую будет дарить удовольствие А не с подпалки Вы ее будете выполнять Вот Кстати Россияне со средним Профессиональным образованием Как выяснилось Оказываются гораздо чаще Довольны развитием Своей карьеры По сравнению с выпускниками вузов Об этом говорит Суперджоп Их новое исследование Ситуация по мнению авторов исследований Вполне ожидаема В стране острый дефицит Квалифицированных рабочих Их зарплаты за город Вылезли сильнее А вот менеджеров по продажам Вот этого всего У нас в принципе полно Воспоминается почему-то Песня группы Ленинград Иди на завод работай За фабрикой стоят Одни гитаристы в стране Одни гитаристы в стране У нас скорее одни люди С высшим образованием в стране Все с корочками И для всех это главное Просто ценное жизни А потом выясняется Что работы нет Даже они не могут Давайте мы задаем Автомобильную тематику Даже они не могут справиться С китайским автоправовым У школы мы сегодня говорим Дилеры в России Массово стали испытывать трудности С обслуживанием Произведенных в Китае автомобилей Которые причем везены В Российскую Федерацию Прежде всего по параллельному импорту Сообщает об этом газета Известия Отмечается Что для дилеров Проблемными машинами Является G-Lexit Или Auto Еще целый ряд Я бы туда добавил Еще уж как минимум Этот Как его называется Зикр Это вообще беда Но дело в том Что диагностическое оборудование Не видит эти автомобили В своей базе То есть диагностические сервисы Не содержат информацию Об автомобилях Которые были выпущены Для рынков в других странах Сообщается Что дилеры Даже не могут провести Диагностику И стереть ошибки Ничего не могут сделать Более того Я говорил с одним Последителем в салон Он говорит Ты не поверишь Андрей Мы попытались выйти В интернет через смартфон Изначально Изменив его расположение На северный Китай Значит Включив VPN Так ты Он все равно Не дал загрузить А он не глупый Он все просчитал Что вы его обмануть хотите Он по геолокации автомобиля Определил Что точка доступа В интернете Находится в северном Китае Но автомобиль не находится в Китае И отказался загружать Программное обеспечение Вот так вот Вот редиска Причем более Да ладно Мы программное обеспечение Черт бы с ним Тань Он отказывается стирать ошибки Ну бывает такое Допустим Вот похолодало У тебя датчик давления в шине Где-нибудь завис Хорошо если он сам скидывается Но иногда бывает не скидывается Надо затирать эту ошибку Или допустим Плохим топливом На запросе Ты не можешь То есть Ты залазишь в компьютер Он как бы говорит Что до ошибки То стереть ты ее не можешь Потому что у тебя нет прав доступа А то что машина не определяется Это вообще отдельная же песня То есть И причем вот эта гадость Речь идет о машинах По параллельному импорту То есть вот у тебя есть Грубо говоря Два Эксида Один произведен И продан официальным дилером Другой ты ввес По параллельному импорту Из Китая Вот этот другой Тебе оказался Где-то на 500-600 тысяч рублей Дешевле Потому что он реально дешевле А то и на миллион дешевле И поэтому его вес Из Китая Эти машины ничем не отличаются Но вот эту машину Купленную официально На миллион дороже Ты как бы можешь Что-то с ней сделать А вот эту За которую сэкономил Миллион Ты с ней ничего не можешь сделать Красота Вот уж проблемы Да Татьяна Я не понимаю Вот раньше были времена Копейку завел Двигатель запустил Подсос на себя оттянул Дай бог она поехала Я с тобой согласен Ром Я абсолютно с тобой согласен Но вот я сейчас езжу На автомобиле Завтра подробнее расскажу Я понял Я пришел к одному выводу Что весь китайский автопром Это не про машины Это про гаджеты Их машины Это не автомобили Это гаджеты Ну причем гаджеты Не самого лучшего Качества все-таки Ну вот этот у меня Это хуайуэй Да Вот есть телефоны Хуайуэй Они нормального качества Или нет Не знаю У меня не было Ну вроде как Они же известная марка Но вот автомобиль Полный гаджет Я в него сажусь Я как будто в гаджет Залез внутри Понимаешь То есть я вообще Редко встречаю автомобили Которые настолько Тебя абстрагируют От реальности Я понимаю Когда в роллс-ройсе едешь Вот с ним да Можно провести Потому что когда ты едешь В роллс-ройсе И управляешь Это как боржа Это яхта Ты даже когда поворачиваешь Не понимаешь Куда он поедет Но он едет Он настроен правильно Да Это тоже Ладно Об этом подробнее Уже расскажу завтра Да Давайте вернемся К образованию На рабочей теме Вот нам кстати пишут Вот тут что Найти толкового менеджера Попробуйте У нас в Гоне Даже выпускники вузов Не согласны идти на работу Менеджером За зарплату Ниже 50 Только оклад И при этом Все равно Напрягаться на работе Напрягаться на работе Не будет Угу И кстати К Сеом Ксауме Четвертый год полет нормальный Ну так с автомобилями Нужно к ним относиться Как к смартфонам Понимаете Это не то что автомобиль Который вы будете ремонтировать Нет Он не как смартфон Вы смартфон ремонтируете? Нет конечно Нет В большинстве случаев Выкинули и купили новый В этом плане да Я тоже адепт к Сеоме кстати И очень довольна Ни за что Ни на что его не променяю Вот они новые автомобили выпускают У меня кстати Да кстати я читала Они по-моему Электрокары по-моему Да да Так это тоже электрокар С увеличенным запасом Не знаю конечно По поводу автомобиля Но вот с телефонами У них все отлично Посмотрим как с автомобилями будут Эти то хотя бы Хайвы перекупили Парня который С Илона Маска Тесну создал Да 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 я помню Вся фишка то в этом и заключается Поэтому я и взял Эту машину на тест драйв И хорошо еще и МБРУС Ее импортирует Бывшие мерседесовские ребята Может быть Они что нибудь сделают Меня заверили Что по крайней мере Вот этот косяк Со временем исправят В ближайшее время Появится прошивка здесь российская Ладно По поводу образования Положительная связь образования С продолжительностью жизни Давно известна ученым Однако теперь исследователи Решили изучить Насколько именно Образование снижает Риск ранней смерти И вот оказалось Как верно заметила Марта В том числе в новостях Что за каждый дополнительный год Образования Хоть в школе Хоть университеты На университете Это сокращает риск На 2% Каждый год Исследование было подготовлено Международной группой ученых Они работали в рамках Проекта института По исследованию Показателей здоровья И его оценки При медицинской школе Вашингтонского университета И Центра исследований Глобального неравенства В сфере здоровья При Норвежском университете Науки и технологий Авторы пользовались Методами мета-анализа Проанализировав Около 600 Других исследований На эту тему И сделали выводы На их основании Таким образом Это самое комплексное Исследование На тему связи Уровня образования И продолжительности Жизни на данный момент В этих исследованиях Содержались данные Из 59 стран Включая США Германию Великобританию Китай Индию Россию Бразилию И ЮАР Положительная связь Между увеличением Продолжительностью Обучения И улучшением здоровья Хорошо известна Основные способы Которыми Как считается Образование Может улучшить здоровье Включают Социальные Психологические Психосоциальные Экономические И когнитивные Преимущества Отмечают авторы Исследования Далее ученые Решили изучить Как эти преимущества Выражаются количественно По их подсчетам Каждый дополнительный Год обучения Снижает риск Крайней смерти В среднем на 2% Причем не было Большую разницу Между богатыми И бедными странами Разными социальными Группами Полами И так далее А тем самым Вероятность Ранней смерти У людей Которые окончили школу И высшее учебное заведение То есть учились Примерно Ну 18 лет Своей жизни Плюсменно Да На 34% ниже Чем у тех Кто вообще Например не учился Следовательно Как отмечают авторы Образование Снижает риск Ранней смерти Примерно так же Как употребление Рекомендованных Рекомендованного Медиками Количество овощей Ежедневно Тем не менее Один из авторов Исследования Дэвид Финч Также считает Что в будущем Эти взаимосвязи Могут быть Не такими очевидными Это в числе прочего Связано с тем Что молодым людям Сложнее купить жилье Чем поколение Их родителей Будет ли траектория Карьерных доходов Молодых людей Такой же Какой она была У людей В возрасте 30 или 40 лет назад Перспективы Не столь безоблачны Отметил Господин Финч Так что друзья Это дело надо учиться То ли дело в России А То-то у нас ЛДПР Выступил с гениальным Предложением Давать Женатым студентам Жилье Комнаты В общежитиях Для начала Для совместного Проживания И если закон пройдет То он может вступить В силу в июле Если ты думала Что будут раздавать Квартиры Сейчас Разбежались Не подождите А разве До этого так не делали Были отдельные Семейные общежития Если ты регистрировал брак Ты мог идти В семейные общежития Что касается студентов То все таки В одной комнате Мальчика с девочкой Как правило Не селили Были вот мужские И женские общежития И Так сказать Адультер Вот так вот Пошло произнеся это слово Он карался Вахтерами Которые До 11 все До 11 только Мне казалось Мне казалось Что если есть Ну прямо Документы Нет Не то что даже пара Не просто люди Которые встречаются А люди которые Уже например Зарегистрировали брак То им могут дать Одну комнату Я например знаю Что у меня подруга Например Училась в университете Вместе с братом Который был ее старше На пару лет Так вот Они как бы Ну принеся доказательства Из того что они брат с сестрой Они просто поселились В одной комнате Им разрешили Ну как семье Как бы вот И они жили в одной комнате Ну теперь я так понимаю Что это будет На законодательном уровне Раз И во вторых Достаточно просто желание Видимо О неналичии свидетельства О браке Хотя слушай Мне вспоминается Знаешь Не только в СССР В бывших советских республиках Где же я был Уже вот Как раз таки Где-то в нулевых Даже не советская республика Какая-то страна Мы прилетели туда с женой И нас на полном серьезе Спросили А это ваша жена Вы можете подтвердить Что вот эта девушка Ваша жена Потому что иначе Мы вас в одном номере Не поселим Но это какие-нибудь Скорее всего Мусульские страны Да Это какие-то вот такие страны Там часто такая есть история Вот вы пишете На плюс семь девятьсот три Семь девять семь шесть три три Нам с мужем дали Семейную комнату В общаге медуристета Официально Вот так вот Но все относительно Заниматься неквалифицированным трудом На свежем воздухе Не всегда вреднее Чем сидеть в душном офисе Абсолютно с вами согласен Порой порубить дрова Просто погулять Это гораздо полезнее Чем заниматься Сидеть в душном офисе И что-то из себя выуживать Поэтому тут Но и исследование Ведь говорит немножко о другом Оно про обучение Конечно А не про сидение в душном офисе А не про то Где вы проводите свое рабочее место Речь идет о том Что если вы тратите больше времени На свое образование Если вы более образованный человек То скорее всего Ваша продолжительность жизни Будет выше Чем у того человека Уровень образования Которого ниже Чем у вас Речь не идет о том Где вы находитесь И где вы Так сказать Занимаетесь Работать В этом плане Очень радует Наше современное время Когда можно В любом возрасте Записаться на какие-то Курсы дополнительные Да Ну особо Не меняя свой жизненный темп При этом Также работая Но продолжать обучаться Кстати Это же вообще полезно В принципе Когда мозг чему-то новому учится Там же новые нейронные сети Появляются И в общем-то Все говорят Что обучение Оно Даже вот если не брать Вот эти вот исследования Которые говорят Что вы еще подольше проживете Это в целом Очень полезно Для мозга Ну и к слову сказать Те же самые врачи И нейробиологи Во-первых Говорят Что если речь идет У людях старше 50 лет Да Действительно Способность Мозга к обучению Как правило Несколько снижается Но тут главное Поддерживать его Нейропластичность Так называемую А в этом случае Как раз помогают Различные онлайн курсы Когда человек Решается на смену профессии И у нас Не раз Мы с тобой С психологами Помнишь Проводили эфиры Сколько наших слушателей Вас Уважаемые дамы и господа И в 40 И в 50 Решали Уйти Сменить профессию Кардинально И в большинстве случаев Это было полезно Это возвращает нас В каком-то смысле В наш пятничный эфир Когда музыканты Переделывали себе имидж И у них все получалось Я чаще тому пример Beastie Boys Которые На самом деле Когда образовались Играли очень Полотный рок Причем такой Инди-рок Смешан с тяжелым Ну пришел продюсер Сказал Не, ребят Вам нужно рэп играть Вы должны петь рэп Именно поэтому У Моби Когда мы вспоминали Альбом Animal Rights Именно после этого Он начал выпускать диски Как? Основной И B-Sides Так называемые Да, да Вот и Beastie Boys С их альбомом Ill Communication Легендарная пластинка 93-го года Выпустили Замечательный B-Sides Я скучаю Что Beastie Boys Стали другими А не такими Как в композиции Транзишнс Это утро под серебряным дождем И про 7903-7976-333 Да, старые пацаны Классный Особенно саботаж Спрашивайте вы Где можно ознакомиться С плейлистом Пятницы У меня в телеграм-канале Радио Осипов Пожалуйста, заходите Я его сейчас начал наполнять Теперь Каждая композиция Сопровождается Небольшим описанием Самим собственно треком Ну а Майкл Джексон Я даже сопроводил Конечно же Ссылку на его Замечательный Клип Дежды Диана Сколько его стоит посмотреть Он получил же номер один В номинации Лучшее видео И фильм действительно Классный Подписывайтесь на мой Телеграм-канал Я буду вам Чрезвычайно признателен И кстати Там же буду теперь Выкладывать и трансляции Первого часа пятницы Потому что я не знаю Что-то у нас не то происходит Вот в пятнице Есть все часы Кроме первого часа Вот я уже Которую неделю Это замечаю Вот все Режется Кроме первого часа Поэтому буду Компенсировать Этот недостаток Непосредственно У себя на канале Ладно Давайте как раз Продолжим С образованием С точки зрения медицины Оказывается Оптимальный возраст Для интенсивного обучения Это от 17 до 20 лет Всего лишь 3 года Ну я не знаю Это медики Вот тоже Я не хочу честно говоря Верить в эту статистику Обучаться можно всегда Может быть конечно В этом возрасте Это все происходит Гораздо быстрее Но тем не менее Об этом вот говорит Врач-невролог Екатерина Демьяновская Кандидат медицинских наук В это время У людей наиболее активно Работает Стреатум Или полосатое тело Особая структура мозга Которая задействована В процессе обучения Закрепление полученных навыков Формирование Пунктуальности Консолидации Памяти И название полосатое тело Объясняется тем Что эта область мозга Представляет собой Перемежающиеся участки Серого и белого Мозгового вещества Вот так Такие данные подтверждают И научные эксперименты Кстати, так несколько лет назад Например, исследователи Из Нидерландов Провели такой тест Они пригласили 232 добровольца В возрасте от 8 до 25 лет И попросили их пройти Определенные задания Нужно было распределить Изображение по трем ячейкам Если добровольцы ошибались То компьютер сообщал им об этом И давал какие-то подсказки Результаты эксперимента Показали, что лучше всего Задачи справлялись люди 17-20 лет Они очень быстро обучались И показывали высокие результаты Точность, с которой они Распределяли объекты Достигала аж 97% Еще один аргумент За обучение в молодом возрасте Связанный с работой мозга С общими психофизическими навыками Студенты Учатся взаимодействовать С самыми разными людьми Трудятся в режиме Цель-нота Например, перед сессией Самостоятельно распределяют Время для отдыха и работы Некоторым Также приходится адаптироваться К новым климатическим условиям Если они решили учиться В другом городе Или даже стране Безусловно, сделать это проще В более молодом возрасте Когда психика Более гибкая И адаптивная Однако молодых людей Подстерегает Другая опасность Преждевременное снижение Интеллектуальных способностей Связанные со Злоупотреблением Гаджетами Это поездка Как раз уже 21 века И она получила Даже свое название Цифровая деменция Вот у людей Которые много времени Проводят за компьютерами Планшетами Смартфонами Снижается умение Концентрироваться Может нарушиться память Иногда возникает эмоциональное расстройство Ухудшается координация движений Это связано с тем Что некоторые области мозга За ненадобностью Начинают работать хуже К счастью Цифровая деменция Обратима Чтобы избежать ее последствий Нужно придерживаться Нескольких правил Стараться Вспоминать информацию Самостоятельно А не обращаться Сразу в поисковики Побольше читать Играть на музыкальных инструментах Или изучать новый язык И безусловно Не забывать О ежедневной физической активности Как раз таки Подчеркивает Врач Екатерина Демьяновская Но в старшем возрасте После 50 Способности к обучению Как правило снижаются Тому виной Внешние факторы Это стрессы Курение Употребление спиртных напитков Ну и конечно Сопутствующие заболевания Артериальная гипертензия Гипертония Болезнь печени И почек Главная задача На более поздних этапах жизни Сохранять нейропластичность То есть способность мозга Адаптироваться Или даже изменять Свою внутреннюю функционально-анатомическую структуру В ответ на внешние Или какие-то внутренние стимулы Для этого нужно время от времени Выполнять непривычные задачи Например, менять знакомые маршруты Выполнять домашние дела С закрытыми глазами Смотреть документальные Учебные видеоролики Задействовать левую руку Вместо правой И наоборот Все эти нехитрые способы Поддерживают имеющиеся нейронные связи И способствуют формированию Новых контактов Между нервными клетками Головного мозга Резюмируют врачи Ну в общем-то То, о чем мы говорили Учиться полезно в любом возрасте И не делайте, пожалуйста, отмазку В виде того, что Ну мне уже там, я не знаю За 40 Или мне уже за 50 Нет Всегда можно учиться И всегда это будет полезно Ну а через несколько минут Мы поговорим о том Как не растерять свой иммунитет В том числе в процессе обучения Как его сохранить Долгие годы И присоединим к нашему разговору Руслана Мозгутова Кандидата медицинских наук Ученого-исследователя Руслана Мозгутова